Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господи. Благослови, Душа моя Господи. Не умреть ибо к тому могут, равни бы суть ангелам, и сынови суть Божия, воскресенье сынови суще. А яко же восстают мертвые, и Моисей сказа при купине, яко же глаголит Господа Бога Авраамле и Бога Исаакова и Бога Яковля. Бог же несть мертвых, но живых, всибо тому живи суть. Отвечавший женец и от книжник Рикоша, учителю, добре реквеси. К тому же не смею Хегу вопросить и не чесоже. Речи же к ним. Како глаголит Христа сына Давидова быти. Сам бы Давид глаголит в книзе псаломстей. Речи Господь Господи ви моему. Сиди одеснуй меня, донди же положу в роги Твоя под ножи ногама Твоима. Давид у Бога Господа его нарицает, и како сын ему есть. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня понедельник, 17 декабря, и мы читаем с вами Евангелие от Луки, 20 главу, с 27 по 44 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод на Увазове, найдем эти евангельские строки и послушаем, как звучат они на современном нам с вами языке. Тогда пришли к Иисусу некоторые из саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его, учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его, жену, и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, так же все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. Чадо века сего женится и выходит замуж. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресенья из мертвых, ни женится, ни замуж не выходит. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресенья. А что мертвы воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. Но это некоторые из книжников сказали. Учитель, ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им. Как говорят, что Христос есть сын Давидов. А сам Давид говорит в книге Псалмов. Сказал Господь Господу моему, сидя, деснуй меня. Да коли положи врагов ты их в подножии ног твоих. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Вот такие ангельские строки сегодня мы с вами слышим. Мы видим, что к Спасителю подходят некоторые саддукеи. Это была некая партия у иудеев, людей, зачастую образованных. Вообще, как говорят об этом историки, многие вообще из первосвященников, то есть вот эта высшая элитная часть иудейского народа были саддукеями. Но вот эти люди страдали тем, что называется горе от ума. То есть, видя какую-то свою мнимую грамотность, они зачастую с пренебрежением относились вообще к простой вере простого народа. Не терпели фарисеев, которые были очень мистически настроены. Вообще саддукеи были чем характерны? Это вот или маловерим, или вообще неверим в какие-то духовные вещи. Как здесь в Евангелии упоминается, скажем, не отвергали воскресенье. Стали, что это не будет никакого воскресенья. Человек умер, и все. И у них оставался один только шаг, чтобы Бога отвергнуть. Знаете, такой вот почти что атеизм. Наверное, до этого, в свое время, когда атеизм появился, вообще как явление в истории европейских, особенно стран, сначала 19 век, то это тоже началось с таких попыток зимными словами как-то объяснить Бога, и не получилось, и все в итоге. Как говорил Лев Толстой, пойду причащусь, если ничего не почувствую, значит, ничего там и нет. Конечно, с таким кощунственным настроением. Ну что там, сердце живет, что ли, после этого? Бог, он что, игрушка какая-то, которую можно, знаете, взять, из руки в руку поперекидывать, просматривать, выбросить за ненадобностью? Ничего подобного. Так вот, вот саддуки к Христу подходят. Вот, видимо, до этого спорили с фарисеями. Задают вопрос, вроде как, да, ты вроде бы учитель, столько людей идут с тобой, вроде бы ты грамотно так рассуждаешь, ну вот давай-ка с нами поговорим теперь. Еще, кстати, чем саддуки отличались, даже не то, что отличались, они так же, как фарисеи изучали незакон, вот Ветхий Завет, то есть все вот эти книги пороческие. И именно там они пытались найти для подтверждения своего взгляда на жизнь. Причем не все книги Ветхого Завета они принимали, если не ошибаюсь, только вот пяти книжек Моисеева, там еще что-то. Вот именно на этом они основывали порой свои заявления. Так также вот и здесь. Говорят, что вот так и так, мол, мы пророка Моисея почитаем, почитаем, что действительно он там волю Божию открывал. Так вот, смотрите, мол, что он там пишет. Он не пишет, он дает право, не право, а вот это, что называлось, законом ужачества. Это правило, что если человек умрет бездетным, то если у него есть брат, он может взять жену своего умершего брата, и тогда родившийся ребенок у них, да, первый, он будет считаться потомком умершего его брата. То есть чтобы, опять же, род брата не закончился. Вот такой вот смысл здесь. И этот закон, он, в общем-то, использовался, всякое, что в жизни случалось, и это в родословных иудеев можно было вообще заметить. Даже вот читая начало Евангелия от Луки, от Матфея, где пишется родословное Христа, даже там вот есть на это некие упоминания. Ну и вот, и говорят, ну вот если такая ситуация, пусть, может, в жизни она еще ни разу не была, но она же может произойти, что вот человек, да, умер бездетным, брат его взял жену его, ну и тоже умер. И так вот их было семеро братьев. И все умирали, 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 и в итоге последний умерла и жена. И вот Саддуки как бы с некой ухмылкой говорят, что вот если допустить, что воскресенье будет, что вот они вот однажды все воскреснут, кому жена-то достанется? Это же нелепая ситуация будет. Это же у них что, будет ссор и скандал? Вроде все имели ее женой, да, все по-своему претендуют на нее. С кем же она останется? Причем у книжников на вот эту, так скажем, загадку Саддукиевскую был ответ. Они так считали, что если все-таки такое произойдет, то она достанется первому. Ну, раз все-таки вперед всех за него замуж вышла, и он некое уголовенство имеет перед другими. Хотя, как об этом совершенно справедливо замечать Итлен Златоуст, такая ситуация в жизни у иудеев не могла произойти. Иудеи были людьми очень суеверными. И видя, что вот такое происходит, что умирают братья, жена остается, то уже, наверное, с третьего брата начиная, никто бы замуж бы не взял за себя. Думая, что, ну, что, может, какое-то проклятие на ней, да мало ли. Братья-то умерли, она жива. А ну-ка, я вот за нее замуж выйду, в смысле, женюсь на ней и тоже умру. Так что, ну, тем не менее, теоретически здесь в Саддукея считали, что, мол, вот в этом законе ужичества есть опровержение вообще идеи воскресения из мертвых. Но Господь ему говорит, что вы ничего не понимаете, что вы не понимаете ни силы Божьей, да, ни вообще смысла того, что говорите. Что вы рассуждаете вот теми критериями и мерками вот этой вашей земной временной жизни. Так вот, знаете, после воскресения, ну, не будет уже такого, как сейчас. Сейчас люди создают семьи, женятся для чего, чтобы дети рождались. После воскресения из мертвых вот этого уже не нужно будет. То есть вот этого такого-то плотского сосуществования между мужчинами и женщинами уже не будет. Так как Господь говорит, что, то есть, чадо века, если у женщин выходит замуж, а кто сподобится в воскресенье, да, то есть жизни блаженной, здесь не имеется в виду те воскресенья для осуждения, для жизни, они уже не женятся, замуж не выходят. Умереть не могут уже, то есть им не нужно родство продолжать, то, что они сами уже бессмертны, да, равны ангелам, суть сыны Божией. То есть там уже духовное общение, духовная любовь. И вот, а этому не могут помешать вот эти земные законы. Дальше говорит, что вот вы ссылаетесь на книги пророка Моисея, да, на пяти книжах. Так вот, и Моисей ведь говорил, что мертвого воскрес, вот называя Бога, Богом Авраама, Богом Исаака, Богом Акова. То есть он Бога называл Богом тех, кто же в то время не умерли. Если, как вы считаете, что человек после смерти исчезает, то получается, что Бог разве может быть Богом несуществующего, да, Богом мертвых, но нет ведь. Бог есть, не есть Бог мертвых, Бог живых, как здесь написано, у него все живы. Вот тоже вот истина, которую все должны мы с вами понимать, усвоить. Но это настолько от всех было очевидно, видим, что книжники тут прямо удивленно успокоились, говорят, что да, учитель хорошо-то сказал, уже не смели спрашивать его ни о чем. Но Господь еще вот к ним обращаясь, здесь как бы так вот прикровенно им указывает на свое божество и дает им возможность, что ли, задуматься об этом. Говорят, что вот вы вот читаете пророка Давида, вот там написано в псалмах, ну вот тоже, да, вы верьте, что Христос есть сын Давидов, но вы должны понимать, что не только сын его, как вот по человечеству, что он еще и Господь его, что не только человек, он еще и Бог об этом, то, что это говорит, что сам Давид говорит о нем, что сказал Господь Господу моему, то есть Христу, сидя одесну и меня, то есть разделяйся на всю власть мою, то есть здесь указывается на равенство Бога с сыном, доколе положи врагов ты в подножие ног твоих, тут имеется в виду, что то есть все, что ты делаешь, все согласно с моей волей, я всегда рядом с тобой, что твои враги, они мои враги, ну как бы вот так вот этот поэтически так все звучит, что и так, если Давидный Господь называет его, как же он сын ему, он Господь его, то есть он является Богом его. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Луки, 20 главу, с 27 по 44 стих, напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!